Друзья, привет! Мы находимся сейчас в Москве в офисе Mail.ru Group. Сегодня здесь пройдет чемпионат Warface Open Cup осень. И мы сейчас немножко пробежимся по зоне проведения, которую вы уже прекрасно знаете из наших предыдущих обзоров. Но на этот раз мы постараемся со зрителями, пришедшими с косплеерами и еще с кем-то, с гостями пообщаться по ходу дела. Сейчас вы видите, что мы находимся в пресс-зоне и собираемся выйти и окунуть вас в атмосферу, с которой встречают сегодня гостей Warface Open Cup. Пойдемте. Так, выходим и попадаем сразу вот на такую толпу девчонок, которые пришли сегодня на мероприятие по своей инициативе. Девчонки в костюмах, видите, все такие симпатичные, молоденькие. Вот. Девочки, расскажите, что вы здесь делаете такие красивые? Мы здесь работаем от самого мероприятия на турнире Warface. А вас пригласили или вы по своей инициативе? Нас вообще пригласили. А давно вы занимаетесь косплеем? Ну, вообще, да. Ну, конечно, все по-разному. Я около пяти лет, наверное, занимаюсь этим. Чего б себя. А что еще из образов игровых помимо Warface было сделано? Ну, нам нравится очень Dota 2. Мы все вместе делаем по ним большой проект. В Москве скоро будет DreamHack по Dota 2. Вы пойдете, да? Да, вы, конечно. Нас будет целых пять. И мы делаем косплей по MIPA из Dota 2. Это очень известный был персонаж. Мы будем все очень мило и ловить у нас. Я думаю, что мы подарим вам лучи добра, обнимашки и, в общем, позитив. Вам обещают обнимашки. Приходите. Расскажите еще немножко, что вас вообще связало вместе? Я так понимаю, подружило, да? Вы раньше дружили и общались? Или все-таки, когда косплеем начали заниматься, это вас объединило? Ну, скорее, когда начали заниматься косплеем. И вот как раз есть группа, в которой можно найти себе знакомых по одному проекту. И как раз мы так друг друга все и нашли. Дружба по интернету называется. А удалось посетить в этом году Комик-кон и Играми? Да, удалось. Но некоторые были без косплеев. Я лично была без косплея. А девочки были в MIPA, только в другом уже костюме по артам. Хорошо. Ну, вы впервые, получается, на Warface Open Cup участвовали? Да, первый раз. Ну, вообще, я, например, играла когда-то давно в Warface. И я знала то, что проводились такие мероприятия, но вот сама как-то не побывала ни разу. А в какие игры играете? В Dota 2, в Hearthstone, в CS GO. То есть вы киберспортсменки прямо такие, да? Почти. Ну, еще, конечно, от Мэйл Русской Форж. Как же без него? Еще вот в ArcheAge я играю. Недавно здесь была презентация ArcheAge 2.5... Нет, 2.2 была версия. Я там тоже была, и это было клево. А новую игру видели от Blizzard, которая называется Overwatch? Сейчас все начинают. Кому-нибудь удалось ключик заполучить? Да, конечно. Кто больше всего понравился? За кого? Вообще за Гнома. Но за него там, конечно, надо приноровиться, и он не всегда идет. То есть если вы атакуете, то его нельзя пикать. А в Hearthstone? Какой больше всего нравится? Класс? За кого играете? Да, за Майги. За Джейну. Ну, потому что Dota, да, и здесь как бы тоже похожа. Да, да. Джейн, там, Dota. Ну, в общем, они же все, в общем-то, связаны как-то более-менее. Отлично. Спасибо большое за интервью, девчонки. Увидимся еще, может быть, на DreamHack. Спасибо. А мы поехали дальше показывать, кто у нас тут есть еще. Вот у нас есть тут юный зритель, пришел. Но мы пока его не будем смущать, потому что он там общается с кем-то. Есть еще здесь блогеры, да. Ну, пойдемте, раз они показывают, пойдемте пообщаемся все-таки. Привет, парнишка. Расскажи, как у тебя дела и что ты здесь делаешь? Ты игрок? Да. А во что ты играешь? В Warface. И будешь сегодня болеть за своего любимого игрока, команду, наверное? Empire. За Empire будешь болеть? А почему за Empire? Не знаю. Больше всего нравится? Да. Хорошо, молодец. Приходи еще. Пойдемте еще кого-нибудь поищем, пообщаемся. Вот такие юные зрители, очень позитивные и стеснительные. Так. Я не знаю, как идти, чтобы нормально в кадр попадать. Да, оператор пусть там с меня периодически переводит внимание, когда мы идем. А мы идем и ищем кого-нибудь, с кем можно пообщаться. Значит, видите, да, что разная возрастная категория. И девушки есть на мероприятие, пришли просто так. И, ну, естественно, молодые люди в определенном возрасте. Здравствуйте. Это вот у нас из компании MSI. У них здесь свой стенд, где играют, естественно, в Warface на крутых компьютерах, ноутбуках. Так, что-то мне не хочется вот тут на толпу входить. Я чувствую, что мы здесь сейчас не протолкнемся. Ну, вот просто можно посмотреть, что там происходит. Ребята играют, развлекаются, получают призы. Вот. Кто хочет сильно поиграть, проходите. А мы, наверное, пойдем сейчас в зрительский зал сам непосредственно, чтобы показать вам, что происходит там. Мероприятие еще не началось, команда усаживается на свои места. Сейчас первый матч будет за командами Empire и Коварные. Я их называю Ковайные. Ну, так забавно просто прочиталось поначалу и все. Вот давайте ворвемся вот в эту толпу и узнаем, что ребята тут делают. А я к вам, как бы, вы не разбегаетесь. Это у нас пресса, коллеги, да, расскажите. Ну, Настя, мы пока что развлекаемся, ждем начало. Скоро возьмем свои камеры, будем также снимать репортаж для своих каналов. Нас сюда пригласили. Очень все круто, организовано, нам все очень нравится. Очень много подписчиков, со всеми интересно поболтать у всех свои вопросы. Даже подарочки дарят, очень приятно на самом деле. Вас узнают, то есть вы известные. А сколько у вас посещаемость канала? У меня 75 тысяч подписчиков. А у меня 156 тысяч подписчиков. Ничего себе. Да, вот пригласили нас. Нам все очень нравится, все очень круто. Впервые пригласили? Я второй раз. Я третий. Но вот на самом деле, когда приглашают всех ютуберов, то есть ты их в жизни не знаешь, ну там, по общению, по скайпу. А когда в жизни их видишь, общаешься тоже очень, ну, сплочает. Очень здорово. То есть вы между собой обмениваетесь опытом, это тоже один из аспектов. Да, и большинство из нас живут в разных городах, и для нас, ютуберов, встретиться в одном месте, это очень классная возможность пообщаться вживую с друзьями, со знакомыми. Это очень здорово. Киберспорт продолжает сближать игроков, менеджеров, прессу, ютуберов. Да, да, да. Спасибо большое, Mail.ru. Спасибо, Ланфресу, за это. Да, что нас пригласили, мы очень рады. Здорово. Так, ну а мы пошли посмотрим еще что там внизу. Спасибо. Так, и пойдемте к ступенькам, к этим страшным, которые каждый раз мне просто страшно по ним ходить, потому что мне кажется, что их нет. Их нет, их нет, а я иду по облачку. Так, а здесь у нас зрительский зал. Он еще не полностью, не полностью все заняли свои места, потому что помимо просмотра матчей, здесь будет еще куча всего другого интересного. Есть столовая, есть на втором этаже, как вы видели. Привет, Никита. Есть стенды наверху, есть вот здесь вот можно пофотографироваться тоже с косплеерами. Около стойки, тут большой ажиотаж, вы видите, девушки с автоматами, поэтому как тут устоять молодым людям. Вот. Поэтому еще не все на своих местах, зал будет заполнен. Количество мест обычно ограничено, которые сюда, для людей, которые сюда могут прийти. О, Никиту тут осадили и фотографируется по очереди, смотрите. Вот, так что комментатор по Warface, он же продюсер, очень знаменит среди молодежи. Так, пойдемте. Нравится мне этот краник, который тут будет летать и давать красивую картинку. На сцене команды усаживаются. Обратите внимание на баннеры. На баннерах сейчас совершенно новые скины. Это то, что задумано компанией M.L.R.O. Они будут делать, скорее всего, такое обмундирование, как фишку в игре. В общем, узнаете из интервью с продюсерами, которые мы взяли вчера заблаговременно, и сегодня их опубликуем в подробности. Так. Давайте найдем какого-нибудь скучающего зрителя. Вот этот мне нравится. Сейчас мы с ним пообщаемся. Привет. Можешь пару слов рассказать? Ты пришел смотреть на мероприятие, наверное, за кого-то поболеть. Почему? Играешь в Warface? Любишь проекты M.L.R.U.? Потому что игра очень хорошо реализована. Конечно, есть некоторые неработки, но они будут исправлены. Это безусловно. И, в общем, я болею за команду Rocket, безусловно. Это одни из лидеров и фаворитов, которые выступают уже достаточно давно. То есть, собравшиеся в команду игроки. Вот это, на самом деле, очень собранные люди, я хотел сказать. То есть, ты считаешь, что они победят сегодня? Безусловно, считаю за них, да. Хорошо. А ты сам, когда играешь, ты донатишь или ты стараешься своими силами обходиться? Стараюсь своими силами обходиться, но вот в прошлый раз, когда я также был на турнире на OpenCup, вот первый раз я весной пришел сюда, те деньги, за которые я купил билет, они вернулись, и я на них выбил два дона. Ничего себе, как здорово. А сам не хотел бы стать киберспортсменом, играть на сцене, вот этой мечты не появилось? Вот, стремлюсь к этому. И как получается, в какой-нибудь клан вступил? Да, вступил, безусловно, в клан. Называется он ОННВ, на сервере права находится. Клан развивается просто очень-очень быстро, и достаточно большие у него перспективы есть. Ты тренируешься сколько часов в день? Ну, часов 5-6, так точно, у нас тренировки происходит. А как у тебя времени хватает? Ты учишься, работаешь? Да, я учусь, вот, и, в принципе, после учебы, когда, после тренировок, есть свободное время. Понятно, хорошо, спасибо большое за интервью, пожелаем удачи твоей команде. Спасибо. Пойдемте дальше и посмотрим, что там происходит на сцене. На сцене происходит следующее. Здесь у каждого игрока талисманчик от компании MSI. Мне очень нравится этот дракончик такой симпатичный. И готовятся команды. Видите, сидят, значит, здесь у нас команда коварные, которые кавайные. Они новички, они впервые будут участвовать на лане. У них очень молодой состав, самый младший игрок, самому младшему игроку 14 лет. Естественно, им на подготовку понадобится больше времени, потому что они впервые сюда пришли, на чужих компаха будут играть. Подключают свои девайсы. Это все очень долго, очень все хлопотно. А посмотрите на другую сторону. Но в то же время команда Empire уже подключилась и вовсю сидит, готовится, трениться. Потому что это для них уже четвертый, по-моему, лан по счету, если не ошибаюсь. Поэтому для них это уже все семечки. Подключиться. Посмотрим, как пойдет игра. Очень-очень хочется, чтобы была интрига. Будет обидно, если матч будет в одни ворота. Будем надеяться, что все-таки интрига будет. Потому что онлайн команда Комарная дала такой неслабый бой старичкам. Поэтому будем надеяться, что на этот раз получится так же. Итак, матч скоро начнется. Комментаторы заняли свое место. Мы не будем сейчас никому мешать. И отправимся в пресс-зону, чтобы брать интервью с игроками, с участниками, с менеджерами, с топ-менеджментом Mail.ru и так далее. В общем, будем рады вас с другими материалами. Пока!